С конца 80-х пробег в Новотроицком был своеобразным открытием весеннелетнего легкотлетического сезона в Мордовии. Он проводился с 1986 года в память о воинах-интернационалистах, погибших при исполнении служебного долга. С той войны не вернулись три уроженца Старошайговского района, а всего из Мордовии погибло 68 солдат и офицеров. В разные годы участники турнира бегали и по пересеченной местности, и по асфальту. В 90-е даже приходилось перекрывать федеральную трассу, поскольку турнир проходил в рамках чемпионата и первенства республики по бегу по шоссе. Нынешнего пробега участникам пришлось ждать как никогда долго. В последний раз они встречались здесь еще в 2019-м. Из-за коронавирусных ограничений в Мордовии таких пробегов не было почти полтора года, поэтому нынешний турнир стал своеобразным олицетворением постепенного возвращения к привычной жизни. Пропустили очень много мероприятий, которые из-за пандемии не проводили. Это не только у нас, но по всей России они были отменены все соревнования. И вот это должны были в этом году 35-е уже как бы традиционные, но из-за того, что год мы пропустили, они у нас 34-е традиционные мероприятия. Но, как видите, это первое мероприятие, и очень много людей приехало. Приехали даже с Пензенской области, приехали с Нижегородской области. Один из старейших и престижных пробегов в Мордовии в этом году должен был пройти в 35-й раз, но с учетом года пропуска нынешний турнир 34-й. Он собрал почти три сотни участников разных возрастных групп, которые за такой долгий срок успели соскучиться по соревнованиям. За награды боролись не только представители Саранской и районов Мордовии, но и гости из Пензенской и Нижегородской областей. По словам организаторов, это мероприятие для них не столько спортивное, сколько патриотическое. Вот именно такими мероприятиями патриотическими собираемся и ежегодно, можно сказать, отдаем дань памяти, и это мероприятие патриотическое, потому что они были и есть настоящими героями, которые там отдавали свой гражданский долг. И с удовольствием ребята приходят и участвуют на данных мероприятиях. Они для всех остаются кумирами, для подрастающего поколения. И я думаю, что такие мероприятия надо проводить. Первыми медали соревнования разыграли самые юные участники пробега, которые состязались на дистанции один километр по стадиону. У девушек лучшее время показала воспитанница Рузаевской спортивной школы Анна Наумова. Да, я выполнила свою задачу. Моя задача была пробежать первый или второй. Я выполнила свою задачу. Соперники были сильные. Это очень приятно, особенно по резине, потому что в шиповках намного легче, чем в кроссовках. В итоге абсолютно лучший результат показал юниор Василий Шишканов из школы Болотникова. Он пробежал 5 километров за 15 минут 31,2 секунды. Победитель среди взрослых Тимофей Паркаев, представляющий с шор по легкой атлетике, отстал от Шишканова почти на 8 секунд. Среди женщин 3 километра быстрее всех пробежала Полина Верязкина из Рузаевки. Юрий Осипов, Игорь Гангаев. Программа Наш Спорт.